То есть вы, гражданин Гуцуляк, утверждаете, что вы вошли естественным путем в квартиру? То есть правда. Все так и было. Через окно четвертого этажа. Я же сказал, все так и было. То есть для вас залезть в чужую квартиру — это естественно. А зведки я знал, что это был не господа? Он до меня подходит, говорит, «Я, слышишь? Хочешь заработать 15 гривен?» 15 гривен? Нет, он мне спочатку за десятку предлагал залезть, но он же меня тут варит. Вы не могли подумать, что это не хозяин? Как это может быть не господарь? Он мне говорит, если есть под плазмой — сейф за картину. Такую информацию только господарь должен знать. Слушай, а вот мне интересно, а как ты сейф открыл? Там же замок на отпечаток пальца. Очень просто. У меня палец был, все. Ё-моё! И что, тебя не смутил чужой палец? У меня на лесопильце таких пальцев по 10 штук на день выкидают. У нас там одни рокеры работают. Такий хеви-метал, я тебе говорю. А тут еще и резиновый, тем больше. Слушай, а тебя не смутило, что этот якобы хозяин попросил тебя скинуть колье, деньги, картину через окно? А не чтобы ты открыл ему дверь, и он сам зашел и все взял. Хлопы тут такси не роби, повертатися погана прикмета. Так, короче, Гуцуляк, тебе повезло, что мы взяли этого афериста. Так бы тебя трояк впаяли. Молодцы. Ты хоть можешь рассказать, как ты залез на этот четвертый этаж? Там же ни деревьев, ни балкона. Я вам покажу. У меня кумир был Сергей Бубка. Я беру тримбиту такий. И с разбегу таких йок-йок-йок. На четвертый залезал, как пташка. Короче, Бубка ты, закарпатский. Посидишь у нас трое суток, будь тебе урок. А что, можно? Так это я заощаджу 150 гривен на гостеле, еще 15 гривен заробил? Ай, как хорошо для первого дня в Киеве. Ай-й-й! Ай-й-й! Доброго дня! Можно на вас? О, еще и вильно! Сусидов нет? Просторно тут как. Ай, добре. О, ёлочки! А який у вас вік на просторе, а? Можно ж попеть. Ай-ай, замбель дико, цинь дадель, як донк дартик. А я косы дачки, ой, это ни тачки. Ой, дайте ни тачки, тенни тачки. Все улики по делу о государственных хищениях указывают на обвиняемого. Господин судья, я не вижу причин затягивать с приговором. Сажать надо этого хапугу. Подождите. Защита утверждает, что существуют неопровержимые доказательства невиновности подсудимого. Його, то и так. Ну пожалуйста, предъявите улики. Пане судья, я сикешки вибачаю. Необраведливо. «А-а-а-а!» Кажете, злодей зловили, киньте ми грань, ми животиков, навіть всего не бачу. Він не один був, не один я вам кажу, их было четверо, семеро чи восьмеро. Ось coisa, бачишь. Оцей, оцей было, оцей было. А кажете, не может быть? Може быть. То не он, то не он. Руки вми, руки чисті. Все, то не он, отпускайте его. Я ничего не понял. Потому что ты не украинец. Вас спрашивают, у вас есть неопровержимые доказательства того, что невиновен обвиняемый? Хлопы, то так сильно робит. Я тебе сейчас четвертый раз скажу. То есть, бачил, как этот человек крал? Потому что, как хлоп, хлоп крадет, его видно сразу. Прилетает Илья и двенадцать ангелев его, перунами и близковками, его в потолицу, луп-луп, и не мая. Он живой, от раз невинен, невинен, отпускает его. Все. Ваша честь, что мы будем делать? Давайте дадим еще один шанс. Ну, это возьмут... Товарищ адвокат, будьте добры, еще раз, только медленно и внятно, пожалуйста. Повторю еще раз. Мой подзахистный... О! Мой подзахистный гойда до речки, гац-гац, и перейшел. А это гуц тебе пек, хоть пішов бы по-під речкою, между горами. А лишь не тоді, коли він був той, а не не цього. Він поцепели-поцепели, и на колиси путь. Бере-бере-бере-бере. Вот, видите, пожалуйста. Берет-берет-берет. Бере-бере-бере, ипологи, як той качка казав йо. Він невинен, чисті руки виме, все. Він невинен. Так, понятно. В связи с тем, что адвокату требуется переводчик, заседание суда переносится на неделю. Ну, это уже слишком. Я буду жаловаться, я дойду до вышестоящих инстанций. Мы доведем это дело до конца. Убережно йо! Ну шо той, як моя справа? Соседание перенесли на неделю. Есть время свалить через Мукачевскую таможню. Мукачевскую? А як ж... Не переживайте, там-то я уж точно договорюсь. Помогите мне с уликами. Извините, пожалуйста. На троих! Айдафану коцепела курта колагазды! Вы знаете, если это ограбление, то это самое странное оружие, которое я когда-либо видела. То я не. То я не ограбление. Я то, як я думал. Воно я оце джузьки мені кажуть, на шляхи оттрафить. А вони мені гроші дай гроші, гроші. Як воно я тень купуста на лыжі. Бо я там ел неси, воно выграш. Носи то лыжи, мы то падло поделиться по рівну. П'ятдесят, давай тисяч, і я пішов. Простите, просто я нічого не поняла. Вам нужны п'ятдесят тисяч? Я ж то й кажу, вони то й не то й як той ще. Мені два, тобі три, я взяв, ти взяв, получив, второпала, всі заробили. Так, я взяв, все добре. Йото, привьото, не на його шлях травим. Отдав тобі багато, коли собі треба, а я переверив, все. О, вони сімдесят. Подождите, вам п'ятдесят чи сімдесят? Це просто единственне, що я поняла. Сімдесят і вьо, сімдесят. Подождите, ну п'ятдесят чи сімдесят? Я ж то й кажу, двадцять, п'ятдесят, сімдесят? Хорошо, сімдесят, скажите, за чим вам нужны такі діньги? Я ж то й кажу, на їх шлях трапить. Вони геть гайда бздець, отож вони туди-сюди, десь там. А як я і тут, вони туди коли у річку, а я то й дюськи, а вони мені, ну і тобі все добре. А я тобі, а я в його тобі впадло, курува тобі, а най цур тобі пек. Сто сорок гоні. Подождите, які ще сто сорок? Ви ж говорили, п'ятьдесят і двадцять, я то сімдесят, а які сто сорок? Одну фелину. Двадцять, п'ятьдесят, сімдесят, сто сорок, я все обрахував. Гони бабло. Подождите. Так, объясните мені, п'ятдесят, нормальна. Зачем вам сто сорок тисяч? На що ви це потратите і як ви це будете віддавати? Я ж то й кажу, слухай, ну сюди. А я кажу, ти курува на його шлях трапит. Кажу ж мені, дава, тобі, дава. Я взял, ти получив. Всім долю. Торапила? Що? Вот вам сто сорок тисяч. Пожалуйста, більше не возвращайте. Сидите в це в'йо, як у вас кажуть. О, йо, все добре, йо. Це є подарунок, подарунок. Доброго дня. На лизі, йо! Я не зрозумів, Яна. Он що, з грошами вийшов? Ти йому кредит віддала? Так, на сто сорок тисяч. А де моя підпис? Я нічого не проверив. Яна, як він віддавати буде? Я такий додай віддавати буде трапити, що він хочеть впихати її, на лизі. Якщо те... Йо, практичччч am І що ви мені викрécите робити? Он миска він миска і тянт у мене в школі? Пушкин? А? А, да? Ну, тогда не удивляйтесь, если в Олимпиаде по украинскому языку от нашей школы будет участвовать табуретка. Потому что у меня уроки ведет трудовик. Ясно? До свидания. Да. Стефан Гопутко, я. Добрый день. Здравствуйте. Вы по какому вопросу? Я Юль Когорович, Шаховский район. Я шайбую творец, шайбую виши, задаю, то я завершен шайбую тико украинской умовой, я. Я? Что-то я вас не понимаю. Украинского это файнаянская. Если мужчина, шайбить угар embedded на ведомы, BilgeK Ikeda. Не планировать. Об этом оно Somewhere? Я ничего не понимаю. Вы по какому вопросу, мужчина? Украинское это файнаянская. И нужно разобрать. Бегом 열�itte на ведомы. Если муж, шайбить ﷺ, Бегом? Йо моё. Так... ங Jennifer, Константин, вы там скажите, чтоб мне платили 2 зарплаты? То я заменяю-заменяю. Заменяю-заменяю. А вы хлопает. Дядь Дмитрий, очень хорошо, что ты пришел. У меня тут мужчина, я не понимаю, что он хочет. Сейчас разберемся. Ну? Я Игорь Когорович, Рахис Крайон. Я шайбу творец, шайбу в вирсе. Я завши шайбу тик украинской мовы. Йо? Йо? Я мушу файно шайбути украинскую диктанты. А лярму тадошпынту. Йо? Йо? Йо. И что он сказал? Да понятно, что он сказал. Что ж непонятного? Просится к нам учителем. Учителем? Учителем чего? Народного фольклора. Чего? Танцев. У меня нету вакансий. Украинской мовы. Йо? То я украинской мовы. Файну шайбу тик украинской диктанты. А лярму тадошпынту. Йо? Украинской мовы? Йо-йо! Не йо. Дядь Митя, нехай вони вже з тобою учат ту украинскую мову. Так а... Нехай діти роблять стильці, матюкаются, але учат з тобою украинскую мову, а не те, что он мені тут тарабанит. Як то так? Треба ж алярунда дошпынту шайбути украинской диктанты. Зимушу шайбути украинской диктанты. Все, все, видишь, женщина против. Не повезло. Давай, давай, вью на полоныны. Дядь Митя, а ты давай иди в бухгалтерию, получай свою двойную доплату за замену. О, от это дя... А я ж, Константиновна. А я подумал, может, я еще информатику возьму? У нас компьютера все равно нет. Ты знаешь, я подумаю. Да, я, если шо, ну, потом ничего. Иди, иди. А я вам говорю английский. Английский самый мелодичный язык? Тогда я бгитанская королева. Всем известно, что самый мелодичный язык – это французский. Ну, какой французский? Я вам, как преподаватель английского языка, заявляю, что самый лучший и красивый язык – это английский. Это же язык Шекспира, Байрона. А еще фифтицента и Снупдога. Я преподаю французский 15 лет и не перестану утверждать, что язык, на котором говорили Бодлер, Экзюпери – это... послушайте себя. Вы даже элементарно букву «р» вы говорить не можете. На английском пели великие музыканты, такие как «The Beatles», «The Queen», «The Rolling Stones». Да разве это музыка? Это какафония! Самый мелодичный язык – это французский. И самая лучшая музыка – французская. Да что вы, лягушатники, вообще можете слышать в музыке. А вы? Вы можете только квакать. Ква-ква, квак, квак, квак. А вы ничего не видите из-за вашего смога. А вы? А вы? А вы? А вы? А вы? Добрий день, коллеги. Доброго дня. Доброго дня. Чув якийсь галас, за що сперечаємось? А, це неважливо. Так, особисто. Зрозуміло, зрозуміло. Ех, яка сьогодні прочудова погода. Сонечко сіяє. Пташечки співають. Так, так. Так мило на пищу. До речі, сьогодні планую розповісти діткам про співочу поезію Лесі Українки. Хочу до них донести, що українська мова наймолодійніша у світі. Ви зі мною згодні? А, так. Ось і добре. Піду до діточок. Ай, чей такий не стой. Ну, почим ми його пістоянно боїмся? Так, почим? А ви що, не помните, що він зробив з учителем русського язіка? Ну, помню, помню. А, кстати, його би в больнице не мешало би навестити. Да, у меня, кстати, сейчас окно. Ну, как сделать так, щоб він об цьому не узнал? Ой, чей такий не стой. Сливая грифонька. Сподобалась мені. Сподобалась мені. Та я вегчий. Лечу, 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 я в морг не хочу. Лечу, лечу. Здрасте. Хірург? Здравствуйте, да. Заходи. Ви ей делали лепосакцію? Я. В чому проблема? В чому проблема, да? Да. Скотина такая, а. За що? За що? Ну, посмотрите, какая красавица. Плоский животик, упругая попка, стройные ножки. А сиськи где? У нее был третий размер груди. А теперь это что? Для развития мелкой моторики пальцев? Ой. А вы извините, пожалуйста. Извините. Это какая-то врачебная ошибка. Мы все исправим. Все исправим. Если не исправишь вот это вот на троечку, а лучше четверочку, я тебе здоровье так расшатаю. Понял? Все исправим. Все исправим. Давай, жду в коридоре. Сука такая. Это у тебя юмор такой? Плоский, да? Что ты сказал? А? Это вероятно врачебная ошибка. Все исправим. Просто, понимаете, она крутилась, ерзала, и так получилось. Мы же спешили. Значит так. Если ты из этого двугорбого верблюда не сделаешь мне обратно мою жену, я тебе эти сиськи на лоб пришпандели. Ты понял? Я понял, что я исправил. Делай! На троих Вот здесь и здесь. Желаю здравствовать вам, раба Божья Надежда и Софья. Удачи вам во всех благочестивых начинаниях. От рукам вашим мучащимся толку в голове и усидчивость в обратной точке. Здравствуйте, Сергей Петрович. Нужно просто, отец Сергий. Присаживайся. Спасибо. Зачем вызывали? Почему сами не приходите? Путь-то не близкий. Батюшка, визиты к вам в церковь нам очень дорого обходятся. Дело в том, что ваш сын может завалить экзамены. Ему нужно лучше готовиться? Да. Ну что ж, если нужно, значит и будем лучше готовиться. С сегодняшнего дня будем не три свечки ставить, а семь. И молиться он будет не десять раз, а тридцать. И для одежды Божьей помощи издадим ваши экзамены окуянные. Я боюсь, вот это как раз и не поможет. Он отрицает теорию эволюции. Говорит, что люди произошли от Адама и Евы. Ну что ж, отрок мой от молодости может заблуждаться. Ибо я не могу полностью отрицать теорию Дарвина. Я видел некоторых ваших старшеклассниц, как они косметику накладывают на себя. Поэтому действительно некоторые из них произошли от обезьян. А на физике, на вопрос, почему горит лампа накаливания, он ответил, по воле Божьей. Судя по новым тарифам, не по воле Божьей она говорит, а по воле дьявола. Тарифы-то совсем не божеские. Но самое страшное, Сергей Петрович, что он ни разу не сдал на ремонт школы. Ах, вот оно что. Скажите, рабобожья надежда, как самочувствие ваше в последние дни? Ну ничего, суставы немного ноют. При чем тут это? А вы, Софья, не жалуетесь на везение или его отсутствие? Честно говоря, если бы мне везло, я бы, наверное, тут не работала. Вот именно. О чем я и пытаюсь вам сказать. Ибо дело вы небогоугодное затеяли. А ежели бы дело было праведное, то я бы за вас там похлопотал. А что же нам делать? Что делать? Собирать деньги на храм Божий. Сколько вы уже собрали? Десять тысяч. Не фонтан. В смысле? Фонтан хочу в резиденции построить, но этих средств недостаточно. Но и эту жертву я с удовольствием от вас приму. Побыстрее можно, его рука затекает. Вот, очи возьмите. Я прошу прощения, а мы тут без ремонта системы отопления не укулеем. Не укулеете. Ибо главное – это духовное здравие. А в школу можно и потеплее одеться. До свидания. Да, собственно, главное – нужно к нему в церковь ходить. Потому что его визиты сюда нам дороже обходятся. Уже полчаса. Двадцать восемь минут, если быть точным. Ничего, скоро они успокоятся. Успокоятся-успокоятся. Не могут же они так вечно, правильно? Саш, может, ты пойдешь с ними поговоришь? Да нет, я боюсь, что так будет дольше и громче. Ты так и будешь лежать и ничего не делать? А ты намекаешь, что мы тоже это… Саша, я хочу спать! А, ну, спи. Ты издеваешься? Ну, Яна, ну, мало ли, люди вон, может, ремонт затеяли. Ночью? Ёк-макарёк. Какой этаж? Четвёртый. Четвёртый. Хрена себе. Э, дорогая, я щас к тебе плыву. Извините, если что не так. Просто год в рейсе был, жену давно не видел. Твой теплоходник идёт к тебе. Как-то у вас тут, конечно, не убрано. Ну, вот и всё. Вот ты и добегался, Борзый. Сейчас проведём опознание, и ты проведёшь следующие 10 лет своей жизни в тюрьме. Ха! Это мы ещё посмотрим. А вдруг свидетель меня не опознает? Как же он тебя не опознает, если ты один будешь? Что же он тебя перепутает с лампой или с телефоном? То есть как один? По закону ещё минимум двое надо? По закону? По закону магнитолу нужно покупать в магазине, а не из машины её выдёргивать. Тем более, где я тебе ночью найду подставных? Сейчас кого не схвати, по-любому по двум-трём статьям проходит. Минимум. Начальник, а давай я тоже домой пойду, а завтра с утра пораньше приду на опознание. А ты всё по закону сделаешь? Слушай, хорошая идея. А ты думаешь... Ты думаешь, я идиот, что ли? Я на этот фокус не куплюсь. Третий раз. По закону, значит, хочешь? Да. Ну, сейчас. Будет тебе по закону. Сись здесь, никуда не уходи. Всё, я идиот. А-а-а, фитнеска лупа у меня такой сегодня, значит. Вы вызваны в качестве свидетеля по краже автомагнитолы из автомобиля, припаркованного в вашем дворе. Ой, а бог с ней, с магнитолы этой вашей. Самое главное, что он меня старой коргой назвал. Вот это преступление. Вот, пожалуйста, кого из этих трёх вы узнаёте? Ну, так сразу и не скажешь. Согласен, сразу сложно. Вот... Вот я тут вот на Ваську моего покойного похож. Улыбка такая же была. Весёлая. Ну-ну. Ну, вроде... Вроде как вот... Вот ентод. А вы уверены? Я же его в машине видела. И вот посюда как раз и запомнила. А пуша они что-то скажут. Я голос хорошо запомнила. Хорошо. Номер один. Произнесите, пожалуйста, например, старая корга. Старая корга. Спасибо, номер один. Номер два. Теперь номер три. Спасибо. Ну что ж, ваш вердикт, Марфа Васильевна? Точно, ентод, плод. Спасибо, Марфа Васильевна. У него голос больше всех похожий. Понял. Спасибо, можете быть свободны. В отличие от вас, борзый. Причем, заметьте, на законных основаниях. СМЕХ На троих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова